Это интервью мы продолжаем эфир. В Сочи состоялась третья международная конференция наука будущего. В ней приняли участие ученые из 16 стран мира. Отбор был очень серьезный. Из 10 тысяч человек туда смогли попасть только 600. Среди них была представительница Хакасии, это Елена Тинникова. Она председатель Совета молодых ученых республики. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какая основная задача была этой конференции, если вот сказать в общих чертах? Я думаю, что задача любой конференции, научной конференции заключается в том, что ученые делятся опытом исследовательской деятельности в своих областях знания, а также эта возможность узнать о тех новых трендах в современной науке, которые существуют. Ну, если подробнее, в каких площадках вы принимали участие? Вообще, работа всей конференции была выстроена в рамках реализации стратегии научно-технологического развития России. И поэтому работа строилась в рамках семи секций. Это медицина, фармакология, безопасность, транспортные системы, сельское хозяйство, а также деятельность человека с применением гуманитарных наук. Вот в последней секции я как раз и принимала участие в качестве докладчика. Рассказывала о своем проекте, который в свое время был поддержан фондом президентских грантов для молодых ученых, кандидатов наук. Что это за проект? Проект посвящен изучению проблем адаптации Хакаса в городским условиям. Ну и какие выводы вы там делаете? То есть что нужно, может быть, ну как наука существует, она для чего в первую очередь? Для того, чтобы давать рекомендации, может быть, органов власти, может быть, бизнеса? На самом деле так и есть. Очень много дискутировали по этому поводу на различных площадках. Это и мастер-классы, и просто прямые дискуссии. И даже на лекциях затрагивалась эта проблема, что результаты многих исследований, в том числе, прежде всего, наверное, гуманитарных, они не доходят до основного своего потребителя, до общества. И, безусловно, необходимо решать эту проблему с привлечением, привлекая и органы государственной власти, местного самоуправления и так далее, чтобы они рекомендации ученых принимали во внимание, во всяком случае, когда разрабатывают различные проекты, различные программы развития. Роль молодых ученых обсуждалась на этом форуме. Расскажите подробнее, какие вот сейчас условия. Дело в том, что вот в рамках работы вот этой конференции «Наука будущего» проходила и четвертая всероссийская конференция «Наука будущего. Наука молодых». Причем спектр участников этой конференции был весьма широкий. Это и молодые исследователи-студенты, это и аспиранты-молодые ученые, и маститы-ученые, и маститы-учеты, в том числе, зарубежных стран, обращали внимание на то, что сегодняшний тренд развития науки заключается в том, что возросло количество молодых исследователей, результаты работы которых являются прорывными. Поэтому я думаю, что не случайно в связи с этим через несколько дней после закрытия форума Дмитрий Медведев, выступая на заседании Координационного совета по стратегическому развитию и национальным проектом, заявил о том, что необходимо также увеличивать роль молодых ученых в российской науке. Он говорил о том, что количество молодых исследователей в науке по России в 2019 году должно достигнуть уже 44%, а через 5 лет повысится до 50%. То есть такая задача очень важная. Составить половину от общего числа. А вот сейчас средний возраст ученого молодого, так скажем, какой? Вообще молодежь активна в науке? Ну, мне сложно сказать средний возраст. У нас в Хакайсе ученых, ну, я думаю, что это, конечно, выше 40 лет. Но могу просто личный опыт привести. Качество примера. В свое время, это 12 лет назад, когда я поступала в аспирантуру, очень сложный был отбор, потому что количество студентов, которые после завершения вуза, которые хотели продолжить научную карьеру, тогда было достаточно серьезным. Сейчас приходится искать, зачастую, аспирантов самим научным руководителям. Такая проблема существует. Молодежь в науку не идет. Хотя все условия для этого создаются. Какие? Огромное количество грантов. Если мы возьмем Республику Хакасию, то существуют отдельные гранты поддержки молодых ученых, существуют отдельные премии для молодых ученых и молодых исследователей. Таким достаточно серьезными суммами поощрения их деятельности. То есть сейчас по России в течение шести лет должно, если я не ошибаюсь, будет создано около 600 новых исследовательских лабораторий, которые будут привлекать именно молодых исследователей, молодых ученых. То есть сейчас государство делает ставку на молодежь. Интересно, молодежные проекты. Хакнияли в этом году исполняется 75 лет. Одно из старейших научных заведений Республики. А какое там внимание уделяется молодым ученым? Ну, нужно сказать, что Хакасский научно-исследовательский институт языка, литература, истории – это, по сути дела, дом молодых ученых Республики Хакассия. Все идеи, все какие-то проекты, которые создает Совет молодых ученых и специалистов Республики, они рождаются именно в стенах Хакиняли. Директор института активно поддерживает все наши начинания. И если мы говорим о кадровом составе, конечно, у нас в учреждении не так много молодежи, но я думаю, что в скором времени эта проблема будет решаться. Ну, Елена, количество не значит качество. Сказали же уже сегодня, что много очень от молодых идет прорывных каких-то открытий, действительно, каких-то революционных. Спасибо вам большое за то, что нашли время. Всего доброго. Спасибо вам большое.